Шалом, друзья, с вами как всегда я Майор, и честно говоря, я мягко говоря, реально максимально мягко говоря, в тотальнейшем шоке, вы скажете, Майор, почему ты в шоке, типа ничего же не произошло, Горен как обычно скатывается и так далее, но на самом деле нет, во-первых, Горен выпустил короткую метражку, её не забудьте посмотреть, а во-вторых, смотрите, я захожу в магазин, захожу в раздел одежда, и знаете, что тут вижу? Я тут вижу, что, внимание, такой вот эрокез, потом такая шапочка, потом такая прическа, потом ещё одна прическа, потом ещё одна шапочка, потом ещё одна прическа продаётся за золото, но это ещё не всё, давайте мы раздём в раздел очки, тут мы тоже видим такие вот очки Гарри Поттера, потом такие вот очки Гангстера, потом такую вот, как это ещё называется, масочку максимально олдовскую, также за золото, кстати говоря, тут обновились гримы, добавили новые гримы, Так что, кто захотел купить, можете купить, но они, к сожалению, продаются за алмазы. Потом, да, и мы переходим уже в куртки, тут такая джазовая куртка, потом такая спортивная куртка, потом еще такая куртка, потом еще такая куртка, потом еще, 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 и просто-напросто дофига всего все продают за золото. И это учитывая то, что у меня очень много вещей куплено. Сколько там еще вещей продают за золото, я даже себе представить не могу. Далее, давайте мы зайдем в штанишки. Тут мы видим то, что даже джазовые штанишки, которых, внимание, у меня нету, продаются за золото, за 14 тысяч золота, начиная за 15 тысяч, и давайте их прямо сейчас куплю, вот, собственно говоря, видите, я спокойно беру, и за золото, всего лишь за 15 тысяч золота, за валюту, которую можно получить в игре, кстати говоря, касаемо способов получения золота, максимально таких фармовых, я расскажу чуть позже, я получаю все данные штанишки, кстати говоря, пуховые штанишки тоже продают за золото, но они у меня куплены. Потом еще вот эти штаны, еще вот эти штаны, короче говоря, половину магазина Горена сделала за золото. Далее давайте мы перейдем в эроздел ботиночек, вы, наверное, скажете, майор, ну все там, окей, джазовые, не джазовые, ты нас ничем уже не удивишь, а нет, тут такие вот ботиночки максимально фастерские, которые, я помню, там просто-напросто кучу людей, как только они там еще 2 года назад вышли, покупали в магазин за алмазы, также они сейчас часто бывают в эрозе ежедневной акции, они, конечно, сейчас обесценились, но в любом случае вы их сейчас можете разобрать, чисто, внимание, за золото. Потом, к сожалению, в эрозе наборчиков у нас ничего нету, но давайте мы перейдем в эроздел наборов, которые именно наборы. Тут мы видим опять еще наборы за золото, уже 3 набора за золото, сколько там еще которых у меня уже куплены еще продукты за золото, я не знаю, но это просто реально полнейшая имба. Также не забывайте, что у нас с этого обновления продаются универсальные фрагменты за золото, то есть это также лютая имба. Ну а далее мы переходим в эроздел коллекции, тут у нас опять еще лутбоксик за золото. Вот этот, кстати говоря, олдовский лутбоксик с курочкой, который в спецпредложении раньше продавался, да и вроде сейчас продается, который за рубли именно. И вот также можно за 5 тысяч золота получить. Потом рюкзачки, ну тут, конечно, такие, такие серые рюкзачки, но возможно опять же, которые у меня куплены, там какие-то поддаются. Есть какие-то вещи, которые я не указал, которые у меня куплены, но они также за золото, какие-то интересные, можете написать в комментарии. Потом парашютики, также за золото, потом дощечки, ну конечно, тоже такие себе. Ну и дальше, также машины, два скина Гарена отдает еще за золото. Возможно, даже эмоции китые за золото, самые простецкие. Но это, ребята, тупо тотальнейший, тотальнейший трындец. Что Гарена творит, я просто-напросто в шоке. То есть это реально огромнейший, огромнейший Гарене респект. Потому что у нас сейчас такое получается во фрифайре, то, что раньше я помню, там эскьюб снимал разоблачение на Гарену. То, что Гарена такая плохая, и вот там навыки за донат, типа покупаешь, и там все нагибают. А сейчас у нас персонажи в системе связи ведутся на халяву. Конечно, нужно попотеть. Не знаю, там я, например, где-то недели две семи набивал. Потом, также, что касаемо скинов оружейных, не забывайте про это событие, которое у нас там каждые 8 часов один кейсик забираешь. Я думаю, если вы в это событие активно заходите, вы там уже минимум, я думаю, скинов 5 легендарных навсегда, уж точно, уж точно забрали. Потому что события также топовые, скинчики у вас прям на постоянной основе в любом случае будут. И тут у нас еще и половина магазина становится тупо на халяву, ну считай, за золото. Также Гарена выпустила короткометражку. Еще раз напоминаю, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Потом, плюсом, сейчас у нас получается Гарена на выходные добавляет не один режим, а сразу же два режима. Также не забывать им в них играть. То есть Гарена просто-напросто разрывает. Давайте прямо сейчас зайдем к ним в группу и напишем хэштег Гарена красавчик. Вот в натуре я оставлю ссылочку в описании на их группу, вконтакте, кто там про нее забыл. Давайте вот прямо сейчас зайдем и это напишем. Я сейчас реально вообще абсолютно без дрофла говорю, потому что Гарена тупо вообще молодцы. То есть сейчас без доната играть можно максимально-максимально комфортно. Конечно, выходят там всякие лохотроны, там, я не знаю, вот это там башни всякие. Изменить судьбу и так далее. Но, камон, ребята. Такой уровень халявы бешеный. Такой уровень доступности. То, что я считаю на это жаловаться просто-напросто грех. Также касаемо получения золота. Но эта информация, наверное, максимально для новичков. Но все же, я считаю, нужно вам ее напомнить. Получается максимум, я напоминаю, у нас лимит золота в день. Получение за счет игры это 800 монет. Но это можно расширить за счет пропуска и за счет гильдии. То есть покупаешь пропуск, вступаешь в гильдию, там как-то прокачиваешься. И тогда у тебя лимит расширяется до 1000. То есть играя просто на простыкатке, ты можешь получать 1000 золота в день. То есть допустим, какие-нибудь там вот эти штанишки, да? Джазовые какие-нибудь. Просто 15 дней активно играешь, там, не знаю, по полтора часика. И получаешь, то есть понимаете, для новичков это абсолютно имба. Также не забывайте про золото в ежедневных кейсах, которые находятся в разделе с ваучерами. И которые находятся вот в этом вот разделе в магазинчике. Ну и также, конечно же, всякие там ивенты, лутбоксики, которые там где-либо 300 монет, либо какая-то вещь тебе выпадает. Также, допустим, на годовщину, помните, предыдущую, можно было выбить себе 44 тысяч золота. Я думаю, тоже такое скоро у нас будет в этом событии. Ну, короче говоря, касаемо этого, такую самую базу, я думаю, вы вспомнили. То есть можно конкретно понять то, что чисто для новичков это абсолютно имба. Да и даже для меня, при том, что я активно достаточно доначу, даже я нахожу вещи, которые я могу купить за золото. Еще я хотел сказать несколько новостей, таких максимально важных, которые у нас появились. Это у нас, во-первых, касаемо Горенешоп. Во-первых, на Горенешоп начала снова акция, но это именно на Горенешоп, которая российская, которая классическая, которая .ру. И там, получается, пополняешь на привязанный аккаунт, к чему-то там, к ВКонтакте, не знаю, к AppGallery, к Гуглу, к Твиттеру, к Фейсбуку, вообще без разницы. Привязываешь к этому, и на выбор получаешь себе либо ГРХЕшечку, либо Сеночку, кстати говоря, новую Сеночку, либо же такой-то рюкзачок. И второе новосты, что у нас на ШопГорене, на, опять же, обычный ШопГорене, которая .ру, вернулся способ оплаты через МТС. МТС, я думаю, самый популярный мобильный оператор в России, так что это, мне кажется, максимально-максимально грамотно. И еще давайте я вам расскажу парочку новостей уже из файлов игры, которые связаны уже со следующим обновлением, которые, конечно же, стопроцентные. Во-первых, это питомец следующего обновления, это Хаски. Но эта информация особо ничего не дает. А что уже информация дает, это то, что способности, которые обнаружили в файлах игры. Во-первых, это пассивная способность. Когда игрок будет нокнут, или будет близок к этому, у всей команды увеличит скорость передвижения. Ну, в принципе, если честно, такое себе. Вроде бы он похож на этого, на Тиву. У него какой-то похожий навык, насколько я помню. Но Тивы вроде бы еще никто не пользуется, при том, что ее повышали недавно, вроде бы, парочку обновлений назад. Но, как бы, такое себе. Возможно, гораздо-таки это будет связано с питомцем Хаски, который я сказал. И второй навык активный, который стал известен из обновления, это он, получается, что делает? Запускает во врагов импульсивную волну, которая снижает скорость передвижения и скорострельность оппонентов. Ну, честно говоря, чем-то похоже на новую А124, которая оффает активные навыки. Типа, неплохо, но я не знаю, целый активный навык на вот это засоря, так скажем. Честно говоря, такое себе. Я был еще такой более базисный, взял там, не знаю, Скалера, какую-нибудь там Ксандру и так далее. И еще, друзья, одна максимально-максимально такая эксклюзивная информация, которая, внимание, еще сутки назад, ну, плюс-минус, наверное, сутки назад, уже стала доступна для Донов. Кто не шарит, вы можете на меня подписаться, как Дон в моей группе ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Все Доны получают 90% анонсов всех из моей группы на сутки раньше, чем все остальные пользователи. Так что можете подписаться, меня поддержите, я буду очень рад. В мае, в реальной жизни, внимание, слышите, в реальной жизни, пройдет мероприятие в Казахстане с ютуберами и киберспортсменами. То есть, мне кажется, что-то будет по типу вечериночки, ну, возможно, что-то будет в другом формате, но факт в том, что 100% уже в этом мае, то есть буквально через месяц, у нас будет какое-то мероприятие IRL in Real Life в Казахстане. Мне кажется, это максимально-максимально грамотно, но, конечно же, жду больше подробностей. И не забывайте то, что Доны узнали эту новость еще сутки назад. Ссылка на то, чтобы стать Доном, в описании по данным видеороликам. И также не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, потому что там куча-куча максимально грамотных и оперативных, и максимально важных для каждого новостей по Free Fire. Ссылка также в описании.